Вы попали на канал Малахов Тро. Веду его я. Часто спрашивают, кто я такой. Я человек, который веду себя так, как я себя веду. Имею на все вопросы, что касается окружающего меня пространства, свое собственное мнение. Если оно вам интересно, и если я вам интересно, пожалуйста, смотрите. Читая ваши ответы, я столкнулся так с двумя случаями. Первый – это когда делали дыхание по бутырку, задерживали, то произошло понижение артериального давления. Вот, и с плохими такими симптомами. Второе – это мерцательная аритмия сердца. Значит, первое – применяли там дыхание. Второе – хотели использовать, спрашивали про голодание. Так, я сейчас хочу сказать несколько иное. Вот если понижено артериальное давление, это говорит о том, что ваша силовая установка не выдает ту мощность, которую она должна выдавать для поддержания давления кровяного, для того, чтобы все органы работали нормально. Потому что давление крови необходимо для того, чтобы нормально работали почки, фильтровалась кровь через печень и так далее, и так далее. То есть здесь надо искать утечку. Как правило, как правило, идет утечка энергии, жизненной энергии. Люди такие вообще слабоватенькие, чуть что они вообще, силы у них кончаются довольно-таки быстро от такой более-менее нагрузки физической, которую они там, ну, в обыденных случаях особо не испытывают. Ну, например, там надо пройтись пешком быстро, ну, вот более-менее какое-то длительное расстояние. Сразу же чувствуется, что у них жизненный потенциал на очень маленьком уровне. То есть важно понять, куда эта энергия уходит. Это связано больше не с физическими какими-то факторами там, а уже более с тонкими телами. то есть идет идет отбор энергии или утечка энергии. Как это определить? Это определяется во снах. Если вам снятся сны, в которых вы пугаетесь, вам страшно, то есть вот как раз вам и показывают, в каком направлении происходит утечка энергии. То есть этот факт пониженного кровяного давления, он, я считаю, хуже, нежели повышенное кровяное давление. С ним справиться легко. Накопили углекислоту, меньше эмоций, и у вас тонус кровеносных сосудов пришел в норму, давление понизилось. Это самое верное в нормализациях кровяного давления высокого. А вот с низким это гораздо труднее. То есть если в случае высокого артериального давления вы сами его поднимаете путем неконтролируемых эмоций, волнений, образа жизни, то в случае с пониженным кровяным давлением вот здесь уже могут быть посторонние причины, но которые опять-таки базируются или основываются на том, что вы создали какую-то слабину, которая и способствовала утечке энергии либо паразитированию на вас тонкоматериальных сущностей. Вот эту вещь надо искать что, что, откуда и убирать. Что касается мерцательной аритмии, голод тут, конечно, поможет, но важно понимать, вот сердце работает, все там, идут импульсы на него, чтобы она нормально сокращалась, то есть мы представляем механизм, идут, все нормально, но появляются какие-то другие импульсы, которые заставляют его сокращаться, так сказать, трепетать, то есть ряд импульсов каких-то идет, мелких, я бы сказал, помех, которые возникают в сфере электрической стимуляции сердца, которые приводят к таким результатам. то есть, это же тахикардия, все это такое, то есть все, что связано с ненормальной работой сердца в смысле его сокращений, это уже где-то идет от эмоций, то есть какие-то глубоко спрятанные в вас переживания, волнения дают своеобразную наводку, и эта наводка в виде электрических импульсов идет на сердце, то есть ваша опять-таки аналитическая система находится в неком дисбалансе, что тут делать, как восстановить вот эту нормальную сократительную работу сердца, именно избавиться от всего постороннего, что мешает. Вот здесь, как правило, еще раз повторимся, это эмоции, настроения, какие-то глубоко затаенные страхи, переживания, которые сидят внутри вас, и будем говорить, вот выдают соответствующие импульсы, вроде детское объяснение, но тем не менее, если человек хорошенько успокоится, а значит расслабится, то это исчезает, поэтому здесь не столько важен, опять-таки, там, голод, или еще какое-то там сердечное средство, здесь важно рассуждать и находить причину, как только вы нашли причину, уже это 90% успеха, уже, грубо говоря, проблема снимается примерно на 90%, 10% это ваша работа, уже целенаправленная работа в данном направлении, вот об этом я хотел бы с вами поговорить, как обнаружить, что вот у вас эмоциональная проблема, довольно-таки просто, вот вы ложитесь там спать, и что там перед стом у вас в голове крутится, в уме, что там рассматривается, спокойное состояние, тревожно, если тревожно, на какую тему идет тревога, или там страх, или еще что-то там такое, что заставляет вас, вот так сказать, быть напряженным и неспособным расслабиться, далее, просто можете сесть, закрыть глаза, попытаться расслабиться, что в голову полезет, вот обычно первые такие мысли, это как раз заботы, они кружатся, кружатся, сознание наматывает, наматывает, вашу собственную энергетику, при этом они все, как бы сказать, в вашей этой, не ауре, а в тонких полях, они все более-более прочерчивают такие, такие будут траектории, энергетические траектории, которые далее способствуют тому, что вызывается сбой уже в работе физиологических органов, вот, сели, закрыли глаза, расслабились, и, и что вас беспокоит, какие мысли лезут в голову, то же самое операционно, и далее уже работайте с этими мыслями, с этими ситуациями, почему они возникли, как их устранить, я лично вот так вот поступаю, и когда человек понимает, что его беспокоит, понимает вообще сам себя, то он получает совершенно иные результаты. так 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 как он Продолжение следует...